МИКЕЛА АБРАМОВА Увеличилось количество моих подписчиков в социальных сетях Но информационные партнеры этого видео паблики мими Сэм Марач Но если серьезно, ребята, 7 миллионов рублей Именно вас только обошла с победа дочки Алсу Микели Абрамовой Все еще дочки какого-то там миллиардера И мамы, которая не смогла в свое время выиграть Евровидение, а заняла только второе место Поэтому почему бы не компенсировать на своих детях свои неизбывшиеся мечты На счет 7 миллионов рублей, которые россияне И по большей части люди, так или иначе приближенные к семейству Алсу Потратили на 56,5% голосов для того, чтобы Микела Абрамова победила в этом шоу Все видно вот на этой фотографии, ребят Участник номер 7 Голосов в СМС 109 тысяч Голосов IVR 36 тысяч Общее количество 145 тысяч Итого 56,5% голосов На одну заложницу своего непролетарского происхождения И 45% голосов на остальных 8 просты смертных Такого разрыва не было никогда И поэтому к этому процессу, к этому нелегкому делу Привлекли партнеров Интерпола и Европол Компанию группы IB, которая специализируется на цифровых киберпреступлениях И с сегодняшнего дня, ближайшие 3 месяца Она будет расследовать это нелегкое дело Нелегкую подтасовку голосов на конкурсе по караоке среди детишек А вы знали, что хорошие сайфа игры Либо тихо умирают, либо гниют в бесконечных тестированиях? Давно мечтаешь о космосе? Тогда качай Стар Конфликт Уникальный бесплатный многопользовательский экшен В котором постоянно появляются новые фишки И который отлично работает В твоем распоряжении десятки кораблей разных цивилизаций Изучай для них внеземные технологии Пушки, ракеты или даже генераторы черных дыр Создай уникальный стиль, который выделит твою армаду Я создал Моя армада выделена Используй хитрые тактики и коварные маневры в бою Побеждай других игроков Исследуй далекий космос в поисках неизведанных цивилизаций Участвуй в масштабных космических сражениях В одиночку или вместе с друзьями Если, конечно, у тебя есть друзья Прояви коварство в противостоянии лживых корпораций Великолепная графика передаст все многообразие глубокого космоса Здесь ты ничем не ограничен Можешь летать куда угодно И делать все, что вздумается Я постоянно так делаю Качай Старконфликт бесплатно По моей ссылочке в описании И получай ценные бонусы Тем временем ее маманя Алсу Примет участие в Евровидении 2019 Певица Алсу появится в эфире конкурса Евровидения 2019 В ходе трансляции артистка объявит баллы Которые участникам будут присуждать российские члены жюри Тем временем звезды шоу-бизнеса Лобода Алла Пугачева поздравили детишек простых смертных С тем, что их родителям не хватило денежек Для того, чтобы подкупить систему голосования Я не знаю, подкупить 500 работников какого-нибудь завода Для того, чтобы они остались после смены И проголосовали А это ведь реальная история, ребята Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в голосе Для голосования за дочь Алсу Микелу Абрамову в шоу «Голос дети» Были привлечены работники завода «Авиавтоматика» Курской области, которая производит в том числе военную продукцию По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода Их собрали и попросили отправить смс за Абрамову Работникам было сказано явиться к 21.00 И отправить по 20 смс в начале и в конце передачи После чего они получили по 1000 рублей в качестве вознаграждения А также средства, компенсирующие расходы за сообщения Но в итоге оказалось, что каждому работнику все-таки дали по 3000 рублей Процесс жестко контролировался Работников отпустили лишь около 12 ночи Говорила мне мама, иди работай на завод И строго-настрого запретили кому-либо рассказывать об этом Но все-таки кто-то проболтался 3000 умножаем на 500 и получаем полтора миллиона рублей Что уже как бы доказывает, что миллион рублей, которые получила Микела Абрамова за победу в шоу «Голос дети» Не очень выгодное вложение С учетом того, что ее теперь все ненавидят Но знаете, что меня радует в этой истории? То, что люди очень живо реагируют на фальсификацию и несправедливость Они даже добрались уже до Максима Фадеева, который и запустил это шоу в России И требовали от него ответа Знаете, я открывал этот проект Это мой проект Я очень его любил, этот проект И, конечно, он мне не безразличен Но я оттуда ушел И у этого, естественно, есть причины Серьезные причины О которых мы поговорим позже Сейчас праздничные дни Мне не хотелось бы обращать это всякими негативными вещами Все, что касается этого финала От меня все хотят комментарии А нужен комментарий? Мне кажется, нет Также не удержался от своего острого комментарий и Максим Галкин Который записывал инстасторис, расхаживая по дорогущему особняку Аллы Пугачевой Что касается Микелы Абрамовой, тоже хорошо поет Но объективно она отстает от всех, кто вчера участвовал в финале К сожалению, ее родители не соизмерили свое информационное влияние Слишком много их звездных друзей топило за девочку Такой возможности нет у других родителей И произошел драматический перекос А победитель, я считаю, один Ержан Максим Валерий Меладзе, подопечный которого Ержан Максим не выиграл это соревнование по караоке Тоже высказал свое мнение Неблагодарное дело пересматривать результаты И все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает И развеются сомнения Или будут пересмотрены результаты голосования И все оно сводится к одному Аномальное голосование Это очень популярная фраза в последние дни Аномальное голосование Как будто этот финал проходил в Чернобыле Согласитесь Первый канал официально сказал, что они будут разбираться в этой ситуации Собственно, компания группа IB Та самая, которая партнер Интерпола И специализируется на киберпреступлениях Расследует это нелегкое дело В предварительной оценке этот процесс затянется на 3 месяца Получается, у нас есть целых 3 месяца Для того, чтобы забыть и забить болт на это мероприятие Никелу Абрамову сейчас травят в соцсетях Ребенку портит жизнь Но мое мнение по-прежнему тоже Травить надо не ее, а ее родителей Которые пытаются компенсировать свои несбывшиеся мечты За счет ребенка И тем самым, скорее всего, испортив ей детство Они не смогли умерить свое информационное влияние Не смогли сдержать себя от соблазна Потратить денежки на то, чтобы нечестным путем выиграть детский конкурс По поводу того, что дети участвуют в этом конкурсе И влезают в жесточайшую конкуренцию И в итоге сталкиваются с тем, с чем сталкиваются большая часть россиян У нас, например, на выборах Короче, Алсу и ее дочка закрыли соцсети По ожидаемым причинам Очень много комментариев хейтеров, негатива И, в принципе, людей, которые адекватно оценивают эту ситуацию Не могут сдерживать себя и пишут все эти комментарии Неужели в России появилось гражданское общество? Когда 15 лет назад Никита Малинин выиграл фабрику звезд Почему-то никто не возбухал А сейчас, когда победила дочка Алсу И Путин подписал закон об изоляции Рунета Все почему-то в интернете вдруг запротестовали Ну и увидимся через 3 месяца, ребята Когда закончится это расследование Когда уже все забудут Всем будет пофигу Дочка Алсу напишет то, что мы все ей завидуем Потому что мама ей так сказала И, пожалуйста, ребят, если у вас есть соблазн написать что-то плохое про дочку Алсу Не нужно этого делать Потому что она не виновата в том, что ее родители Они не сдержались от соблазна потратить свои денежки Не сдержались от соблазна Пирамида Маслу Что мы знаем о пирамиде Маслу? Наши потребности растут пропорционально нашему развитию И у семейства Алсу Оно растет пропорционально тому Как больше у них денег появляется Так больше у них потребностей Алсу не выиграла Евровидение Все родители хотят, чтобы их дети добились того Чего не добились сами родители И выжимают из них в 10 лет последние соки Не знаю Возможно, никаких соков из дочки Алсу не было выжато Но, по крайней мере, психику ей прилично испортили Не представляю, какая из нее теперь получится певица Но, с другой стороны, я представляю, что через 3 месяца уже все об этом забудут И Микела Абрамова с денежками ее родителей В будущем станет еще одной звездой шоу-бизнеса Будет петь на эстраде, пока ей не исполнится 80 лет Потому что у нас все забывают и все прощают Вспомните хотя бы недавнюю историю с тем, как блогеры рекламировали выборы в своих клипах Забыли, простили Двигаемся дальше, ребят Живем дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!